Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Интересные новости. Вот я в одном из роликов говорил, что Путин причастен к вот этому самому новозеландскому расстрелу, да? Я там троллей собрал страшное количество. Я их сегодня удалял, удалял, и они будут и сегодня, и завтра, и послезавтра. А мне одна читательница моя, слушательница, прислала ссылочку. Смотрите, журналист указал на связь террориста из Новой Зеландии с российскими наемниками на Донбассе. И фотографии есть. Вот фотографии. Да, он пользовался, вот этот поехавший мозгами нацист, убивший десятки человек в Новой Зеландии, пользовался той же символикой, что и русские нацисты из ДШРГ, русич, убивавший украинцев в Украине. Последние почему-то называются в России антифашисты. И вот фотография. Значит, на первой фотографии, первая общая фотография, вот, значит, можно сравнить, да? На второй конкретно вот это вот, ну, первая слева, которая побольше, да? Вот, это даже с НТВ фотография, с кадра прям, да? На второй вот он сам, вот этот вот убийца. И на третьем эмблема русич. Внизу написано Новороссия. Сейчас я покажу вот эти фотографии, прям вставлю их, да? И потом продолжим. Посмотрели, убедились, а вы говорите, что нет, нет, я за уши протянул эту информацию, вот оно. Явно, как говорится, очевидно. Ну, ладно. И опять мне сегодня написали, что... Помните, у меня была заметка, что депутата арестовали Белоусова, который взятку, которому дали взятку 3,5 миллиарда, да? И мне кто-то написал, что за сотню, если сотню украдёшь, то посадят, а этого не посадят. Вот, пожалуйста, суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке. Пожалуйста. Ранее о заключении Белоусова под стражу ходатайства расследователя. Всё, так оно и получилось. Теперь насчёт санкций. Смотрите-ка, Дерипаско подал в суд на Минфин США из-за санкций. Не нравятся санкции. Чё же вы кричали-то? Санкции, давайте больше санкций. Дерипаско подал в суд, просит отменить эти санкции. Выстоит, как сообщает Bloomberg, бизнесмен сообщает, что из-за несправедливых санкций его состояние снизилось на 7,5 миллиардов долларов. Вообще-то на 3 говорили, но уже на 7,5, дальше будет на 15. Опять я уже говорил об этом, да, что чеченский депутат, значит, там такие у него фразы были, что он вообще с русскими не разговаривает. Ну, это Стас Садарский у себя вытащил на блоге. Вот, пожалуйста, то же самое на ленте.ру чеченский депутат расписался в ненависти к российским военным. Магомед Ханбиев в прямой трансляции в своем инстаграм-аккаунте заявил, что в бытность министром обороны непризнанные Чтери никогда не контактировал с российскими военными и до сих пор не любит их. Запись трансляции доступна на ютюбе. Я сына Чтери, ну и в общем всё такое прочее. Ну, теперь американские новости. Два топ-менеджера Фейсбук подали в отставку после серьёзного сбоя в работе приложений. Ну, вот это недавно было вчера или позавчера. Один из руководителей связан непосредственно с социальной сетью Фейсбук, имеется в виду, а другой с мессенджером Ватсап, который Фейсбук купил. Проблемы у пользователей этих сервисов, а также Инстаграм, начались со среды на четверг. Представители компаний называли причиной сбоя неправильную настройку серверов. Интересно, на фоне проблем у IT-гиганта другой мессенджер Телеграм отчитался о серьёзном приросте новых пользователей. За то время, когда Фейсбук был недоступен, значит, к Телеграму подключились 3 миллиона человек. Ну, я там тоже есть, но мне не нравится. У меня есть Ютюб. Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Терченском проливе и присоединения Крыма. В списке 15 компаний и 114 физлиц, в том числе глава Роснефти Игорь Сечин, руководитель ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель Роскомпозора Александр Жаров и многие другие. Вот так вот. А вы говорите, вот они санкции. А, ну зато, пишут, курс рубля укрепился на московской бирже на фоне новых американских санкций. А, ай, на 50 копеек. То ли ещё будет, ой-ой-ой. Пя-а-а. В России наблюдается перебой с поставками лекарств от эритмии. Чёрт его знает почему. Французы, в общем, поставляют, но более половины российского рынка этим препаратом обеспечивает, но они не смогли назвать причину проблем с поставками. Жалко, конечно, больных, но болеть лучше в той самой Франции или в Америке у нас. А лучше вообще не болеть. Волны гнева. Вот тоже интересно, почему россияне протестуют против китайских проектов. Вот на Байкале, да, тут смысл какой. Вот это вот, значит, на Байкале строят они завод. Никому там ничего не позволено, а китайцам можно. Русским вот прям так и называется. Русским нельзя, а китайцам можно. Ну, как это так? Строят китайцы, строят гостиницы какие-то, строят ещё что-то. Вот, китайцы скупают участки на берегу Байкала и ведут там активное строительство. Если по закону купить земли не удаётся, они нанимают российского посредника, на который оформляется недвижимость. Но фактически моё владельцем становится гражданин Китая. На приобретённой под предлогом строительства дачи или жилого дома земле появляются в итоге многоэтажные гостиницы и другие элементы туристической инфраструктуры. Вот такие ребята, га, гуанча тут какая-то, что-то гуанча, сайт, да, ага. Цитируют новость китайцев, вложившего в недвижимость на Байкале около 12 миллионов долларов. И фактически признающего, что вся эта деятельность нелегальна. Ха-ха-ха. Вот такие вот дела, ребят. Ну, всё, на сегодня я что-то устал. До свидания, доктор Влад с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok